Воскресенье вечером 6 августа 1967 года во Франции при тушении большого лесного пожара в сложных условиях гористой местности потерпел катастрофу вертолёт Ми-6. Экипаж в составе командира корабля, героя Советского Союза, заслуженного лётчика-испытателя СССР Горнаева, второго пилота Петера, штурмана Иванова, бортинженера Бугаенко, бортрадиста Столярова, инженеров-испытателей Чулкова, Молчанова и двух французских специалистов Сандеса и Тепфера погибли. КОНЕЦ 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 Помню, как над нашим тихим Балашовым впервые пролетел самолет. Мы бежали через весь город, и весь город бежал туда, где приземлился первый самолет. От желающих прокатиться не было отбоя. В тот день и я впервые поднялся в воздух. Но до авиации еще далеко. Первый шаг в жизни – кочегар на пароходе «Республика» на Неве. Потом – токарь. Нет, я не думал тогда, что стану летчиком. Штурман, курс. Курс – 285, командир. Ну вот, застряли в Вильнюсе. Погода не пускает нас в Европу. Я летаю уже тридцатый год. Мне давно хочется рассказать о своих товарищах, о своей профессии, о пережитом. Мысленно я уже давно пишу эту книгу. «Я – курсант аэроклуба. Мне 20 лет. Тогда все хотели летать. И этому была подчинена вся наша жизнь». День начинался в шесть часов утра. «Общежитие, завод, а по вечерам учеба без отрыва от производства». Просиживали до глубокой ночи. Но все казалось простым и легким. Потому что не терпелось подняться в воздух. 17 июня 1937 года. Завтра будет стартовать в Америку Чкалов. Но я еще не знаю этого. Ничего не знаю. Кроме того, что сейчас должен полететь сам. Впервые. Один. Много лет спустя книги Экзюпери напомнили мне этот день. Трава, прибитая ветром от винта, как будто течет. Земля натягивается под колесами и мчится, словно приводной ремень. Она внушает доверие своими четко отчерченными полями, лесами, сиденьями. Пилот ныряет, чтобы сильнее насладиться ею. Я один в воздухе. Что это? Сон? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Наконец, дождались амнисти от синоптиков. Дружно воскликнув, как старые кавалеристы по коням, мы бросаемся к своим машинам. Штурман Курс, Курс 303. Наш воздушный караван должен пересечь 6 стран Европы. Машину ведет автомат, не пьющий пилот, как называет его в шуме. Земля для летчика имеет свое лицо. Она, как ожившая карта, особенно для нас. Идем ниже всех принятых в авиации эшелонов, ведь мы вертолетчики. Я знаю, что такое война и что такое смерть. И все же самое трудное началось для меня потом. Случилось так, что я перестал летать. И думал, что уже никогда не поднимусь в небо. Я вернулся в Москву. С чего начинать? Что делать? Ведь мне уже 31 год. И с каждым днем все острее чувствую. Не могу. Хочу видеть самолеты. Слышать их запах. Каждый день. Ради этого пошел работать с мотористом на аэродром. К летчикам-испытателям. Одно время пришлось даже заведовать их клубом. Потом технологам. Лишь бы быть рядом. А на душе горечи. На моих глазах рождалась новая реактивная авиация. Но я был только свидетелем создания новых машин. Свидетелем каждодневного подвига летчиков-испытателей. Рыбко, Шиянов, Седов, Анохин, Аметхан. Раньше я только слышал о них. Теперь видел в воздухе. Видел в работе. Порой в яростном поединке с новой машиной. С натиском воздуха. С давящей перегрузкой, когда лицо пилота становится почти неузнаваемым. Да. Это был мир особых людей. Законы товарищества для них непреложны и в небе, и на земле. Я понял это, когда они помогли мне снова взять в руки штурвал. Хоть было это непросто. Однажды Федор Морозов, известный испытатель-парашютист, спросил меня на аэродроме. Юра, пойдешь к нам испытывать катапульты? А почему не пойти? Все же небо. Катапульта уже входила в реактивную авиацию. Без нее летчику на такой огромной скорости не покинут гибнущий самолет. Я знаю, самое страшное физическое напряжение первые три секунды, пока гасится скорость. Нужно напрячь все тело, каждый мускул. Иначе огромная перегрузка может сломать, искалечить. Ну, а если пилот ранен, значит, все наоборот. Расслабить мышцы рук и ног, будто они не подвластны мне. Это рискованно, даже при испытании на земле. Но кому-то ведь надо попробовать. Всего мгновения и такая усталость. И так 24 раза подряд. Испытания катапульт продолжались в воздухе с разных высот, из разных положений. Я все еще не мог поверить, что возвращаюсь в авиацию. Догоняю своих товарищей. Ведь они ушли так далеко. Самолеты рвали звуковой барьер. Обживали стратосферу. Мне предстояло впервые катапультироваться в скафандре. Смысл работы испытателя в том, чтобы любой полет, любую машину сделать доступными каждому пилоту. Заранее исключить возможные неприятности в воздухе. Иногда мы специально создаем аварийные ситуации. Иногда они сами подстерегают нас. Один из прыжков в скафандре едва не стал для меня последним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В момент катапультирования внезапно оторвался кислородный шланг. В запасе лишь несколько глотков кислорода в скафандре. Надо ускорить падение. Прыгай затяжным, не раскрывая парашюта. Падаю на спине. Раз, два, три. Где купол? Пойду, раскутый. Парашют портал. Я мчусь к земле, как ракета. Во мне с приборами 120 килограммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спокойно, второе кольцо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки я жив. С каким-то удивлением смотрел я на поля, где должен был разбиться. Совершенно новое чувство. Слова беспомощны. Как выразить те поля и то спокойное солнце? Нельзя же сказать. Я понял поля, солнце. Никогда еще кой пронзительной силой те строки экзюпери. Да, земля всегда с нами. Она не оставляет нас даже в небе. Тяжесть первых полетов была для меня счастливой наградой. Я не чувствовал своих лет. Я снова летчик. Летчик-испытатель. В то утро я получил очень простое задание. Надо было отстрелять из передней кабины манекен. Чтобы еще раз проверить траекторию катапультирования. На предельной скорости конструкторы все еще отрабатывали этот маневр. 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 Но манекен оказался непослушным. Он не покинул кабину по моей команде. Только поднялся передо мной с креслом. Теперь я почти ничего не видел перед собой. Обзор закрылся. И исчезла возможность катапультироваться, даже мне. Я пошел на посадку, почти вслепую. КОНЕЦ В нашей профессии хватает риска. Но это не риск игрока. Игрок тешит сам себя. А мы работаем. Для нас это значит жить. Жить во что бы то ни стало. Не думать о смерти. Не верить в нее. До самой последней секунды. Не сделать той самой одной ошибки, которую уже не исправишь. В этом вся трудность. Россия осталась позади. Какое-то щемящее чувство, сходное с инстинктом перелетных птиц. Внизу уже Даня. Сверху совсем игрушечное, словно вычитанное из Андерсена. Мы сели на травяном спортивном аэродроме в Эсберге, куда сразу стали съезжаться автомобили. Нашему перелету не предшествовала реклама. И слава наших машин шла не впереди, а за нами чистая своя непосредственность. Большая часть моей летной жизни отдана вертолетам, их испытаниям. Были среди них и довольно необычные, как в то лето в Крыму. Это было похоже на отдых у моря. Только утром я оставлял семью и уезжал на аэродром. В каждом деле есть понятие профессиональной честности. И в нашем тоже. Иногда что-то не нравится в поведении новой машины. Какая-то тревога давит тебя. Тревога неизвестности. Может отказаться от полета. В конце концов, ты просто устал. Стоит только сказать об этом, и врачи сами не пустят. Но тогда полетит твой дублер. Твой товарищ. А если вдруг... Нет. Только сам. Бывало, что при падении оборотов винта или превышении скорости полета вертолет переворачивался. И пилот, пытавшийся спастись на парашюте, попадал во вращающуюся под ним мясорубку винта. Так погиб мой товарищ Володя Чиколин. Где же выход? Как покинуть падающую вверх колесную машину? Конструкторы решили отстрел лопастей. Сегодня мне предстоит этот эксперимент. Несущий винт моего вертолета оборудован специальными пиротехническими устройствами. Когда я включу автопилот и нажму кнопку отстрел, мне придется покинуть кабину. Дальше полетит один манекен. Удастся ли ему автоматически выброситься с парашютом, когда отлетят лопасти вертолета? ПОСИЧЕСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok После отстрела лопастей благополучно катапультировался и мой дуглер, манекен. Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, авиация — это романтика. Да, но мы не романтики. Мы фанатики этого дела. Спишь и видишь самолеты. Только и ждешь, скорее бы, утро. Ведь только в полете ты открываешь родник света. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иногда в течение одного дня приходится летать на самых разных типах машин. Это и самое интересное — быть испытателем-универсалом. Понимать направление общих поисков конструкторов. Чувствовать их мысль. Помогать ей воплотиться в реальность. В Турман Курс. Курс 245, командир. Мы идем над нейтральными водами. Впервые нам предстоит пройти на больших вертолетах над морем. Но всякий случай держим связь с нашими кораблями, идущими вдоль тех же берегов. Возвращаясь в авиацию, я и не подозревал, что незаметно для себя стану в какой-то мере участником нового штурма неба. Самолет ведут двое. Анохин и я. Это было первое исследование состояния невесомости. У нас необычные пассажирования. Все казалось простым и невероятным. Потом пошла серия новых экспериментов. Я думаю, неужели эти люди отправятся в космос? А вскоре я стал постоянно летать вместе с ними. Тогда эти фамилии ничего не говорили. Гагарин, Леонов, Комаров. И только когда мир узнал эти имена, я понял, что оказался на перекрестке двух эпох завоевания неба. Авиации и космонавтики. В те дни Леонов и подарил мне свою фотографию с дорогой для меня надписью. Да, по правде сказать, у нас всегда достаточно и земных забот. Часто приходится выступать от имени летчиков-испытателей, представлять нашу профессию. И в городском комитете партии, и на ученом совете института приходится влезать и в науку. Какой к черту испытатель, если ты по знаниям не инженер? Время рождает новые идеи. Вслед зато начались поиски других аппаратов вертикального взлета на принципиально иной основе. Турболет. У него нет ни крыльев, ни винта. Только бы не опрокинулась эта летающая дожарка, как прозвали бы новый аппарат. Ведь на такой высоте не воспользуешься парашютом. Мне подумалось, может быть, на таких вот аппаратах космонавты будут причаливать с кораблей к далеким планетам. Ведь то, что испытываем мы сегодня, в полную силу проявит себя лишь в будущем. Но далекие планеты — дело завтрашнего дня. А над Землей такие аппараты летают уже сегодня. Каждый раз такое чувство, как будто объезжаешь нового коня. И таких объезженных машин уже больше ста. Бывает, конечно, что человек благополучно совершает рискованный поступок, потому что не знает, как это опасно. Мы против такой храбрости неведенья. Человек должен знать, на что он идет. Это и есть храбрость. Вот мне и сорок девять. Счастлив. Я не люблю людей, которых счастье полностью удовлетворило. Нужна какая-то доля внутреннего беспокойства. Мы прилетели в Париж почти первыми. Великая армада новейшей авиации. Сейчас «Ле-Бурже» — это 450 самолетов из всех стран мира. И в центре внимания первая страна, вырвавшаяся в космос. Неожиданностью для всех было появление наших огромных вертолетов. Самым популярным человеком на выставке и в Париже стал космонавт номер один Юрий Гагарин. Выставка крутилась безостановочно, как огромная карусель. Одна из главных сенсаций — наш МИ-10. Он как перышко поднимает вместительный автобус. Другой наш вертолет, МИ-6, приспособлен для тушения больших пожаров. Меня всегда волнует фантастическая форма новых самолетов. В них как бы проглядывает контуры будущего. КОНЕЦ 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 Великолепные образцы пилотажа. Но когда поднялся итальянец до Натти, меня охватило обострённое, как у всех старых летунов, роковое предчувствие. КОНЕЦ Еще недавно, приземляясь парашютом после катастрофы, я рвал грудью телеграфные провода. Бывает и такое. Но этот рекламный риск был явно ни к чему. КОНЕЦ Донатти погиб и унес еще восемь жизней. Сгорело шестьдесят автомашин. КОНЕЦ После выставки в Париже посыпались заказы от различных фирм Европы. Нашим вертолетам предлагалась работа, которой хватило бы на два года вперед. КОНЕЦ В Альпах. В Альпах мы ставили опоры для линии электропередач. Каждый пилон весит восемь с половиной тонн. КОНЕЦ Чтобы установить его, монтажникам надо три недели. Наш богатырь за три дня поставил тридцать одну опору. КОНЕЦ Потом стало еще сложнее. От этой работы уже отказались американские вертолетчики. Монтаж подвесной дороги. КОНЕЦ Нам сказали. Высота три тысячи семьсот метров. Там на площадке пять метров на пять. Туда и нужно опустить кабину весом в две тонны. Меня и моего друга Васю Калашенко стал разбирать смех. Где только не летали, а тут, кажется, попали в просаг. Так, разве сядешь на этот пятачок? Но вообще-то было не до смеха. Лопасти нашего вертолета едва прошли в ущелье. Тесно. А тут еще рванул ветер. Те, кто наблюдал снизу, ахнули. Так наскачнуло. Когда подлетели со своей бандурой к вершине, я радировал. Все в порядке. Все заняло 30 минут. Мы работали в разных уголках Европы. А через год нас снова пригласили во Францию. Там, на юге, бушевали лесные пожары. А ведь Ми-6 заслужил уже славу пожирателя огня. Вот мы и на самом фешенебельном курорте. Ривьера. Но здесь мы пожарники. И главная надежда — наш вертолет. Он может обрушивать с воздуха тонны воды. Мистраль, ветер с гор, очень золый, горячий. Вспыхнет искра. И он тотчас раздует ее в огненный вал. Не первый год гибнут здесь прибрежные леса. Мы готовимся к очередной схватке с огнем. Базируемся мы прямо на берегу. От вертолета до воды метров сто. Летаем по 6-7 часов в день. Жара ужасная. Работаем с французами. Я начал изучать язык. Земля, ле тер, небо, ле сьель, каштаны, ле марон. Я люблю вас. Жавузем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воскресенье вечером 6 августа 1967 года Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok